Одна из них находится в селе Суко. Площадка построена еще 7 лет назад при помощи местного депутата. По сути, это единственное место, где сельская молодежь может активно проводить время. Согласно проекту, спортивная площадка оборудует новыми тренажерами и спортивным оборудованием для занятий воркаутом. Установят скамейки и урны. Как говорит наш президент, надо развивать спорт повсеместно. Не только в каких-то больших городских центрах, но и также на поселковых пунктах. Допустим, вот эта спортивная площадка, пусть и не законченная, но используется. И она единственная на всем протяжении данного поселка нашего, села Суко. Поэтому это просто необходимо, ее довести до финальной стадии, потому что ею пользуются и жители, и школьники, и гости нашего курортного поселка. Совсем рядом с площадкой находится школа, в которой обучается более 200 человек. Если проект будет реализован, то школьники также смогут заниматься здесь на свежем воздухе. Конечно, у нас есть свой зал спортивный, который принимает у нас секции по волейболу и баскетболу. Но, конечно, в настоящее время, когда большое развитие получил спорт и массовые виды спорта, как футбол, сдача норм ГТО, конечно, для учеников нужна спортивная площадка. Получается так, что для того, чтобы были высокие спортивные достижения, необходимо заниматься на селе. Кроме того, что спортивная площадка нужна ученикам, она нужна нашим всем жителям Суко, которые ведут здоровый образ жизни. Будет ли этот проект воплощен в жизнь, решат сами жители. 18 марта они смогут отдать свой голос за площадку в здании 17-й школы. Счетные комиссии будут работать во всех сельских округах и городе. Всего их будет 55. С остальными проектами можно ознакомиться на официальном сайте администрации города или на нашем anaparegion.ru.